Шалом дорогие друзья, это программа 5 минут с Ораном Левари, и я рад быть сегодня в ваших домах и там, где вы смотрите меня. Я хочу поговорить о извечной проблеме, о угрозе, угрозе, которая все время преследует Израиль. Мы знаем, что эта угроза переходит из народа в народы, и на протяжении многих тысяч лет. Многих веков эта проблема существует, когда угрожают Израилю тем, то есть практически его существованием, то есть хотят стереть Израиль с лица земли. И на самом деле мы это не придумываем, это реально, это происходит. Это не началось сегодня и не закончится завтра, наверное. Мы знаем, что наш премьер-министр Бениамин Натаньяу посетил ООН, Организацию Объединенных Наций, недавно буквально. И я хочу вам прочитать немного из его выступления. Я горжусь тем, что стою сегодня перед вами и представляю граждан государства Израиль. Мы древний народ с многотысячелетней историей, уходящей корнями к Аврааму, Ицхаку и Якову. Мы прошли через время, мы преодолели величайшие бедствия. И мы воссоздали наше суверенное государство на своей исторической родине, земле Израиля. Одиссея еврейского народа научила нас двум вещам. Никогда не оставлять надежды и всегда сохранять бдительность. Надежда определяет будущее, бдительность ее защищает. И вы знаете, потрясающие слова на самом деле. Я думаю, что даже многие духовные лидеры не говорят иной раз тех слов, которые сказал премьер-министр Израиля Бениамин Натаньяу. На самом деле проблема существует, проблема с Ираном, проблема с теми странами, которые окружают Израиль. Много раз мы слышали, как отвергалось, отвергалось и вообще практически отвергалось с корнем то, что прошел еврейский народ. Что 6 миллионов израильтян или евреев, то есть евреев, 6 миллионов евреев были уничтожены нацистской Германией. И мы не хотим, конечно, чтобы история повторялась. Наш премьер-министр это понимает. Наш премьер-министр понимает, что если мы не защитим себя сами, то кто же нас защитит? Я хочу сказать вам такую вещь. Здесь, в этом выступлении он сказал, если нас оставят все, нам придется самим принимать меры. И я его понимаю, потому что я гражданин Израиля, живу в этой стране и как верующий человек я его понимаю. Но, конечно же, мы молимся, чтобы, как верующие люди, чтобы наш премьер-министр и наше правительство, наш народ уповал на Господа. Потому что так говорит Библия и мы верим в то, что написано в Библии. Но я понимаю его как человека и как человека, представляющего весь народ, как премьер-министра и главу правительства. Он говорит, если нас все оставят и никто не пойдет с нами, то нам самим придется принимать меры. Потому что нас не устраивает ядерный ран. Потому что ядерный ран это угроза для существования народа израильского. И на самом деле это так. И он сказал еще интересные вещи, библейские, я думаю. Он сказал, что если прежний президент Ахмадий Джад в вопросе ядерной программы, он был очень такой агрессивно настроенным. Агрессивно настроенным в этом вопросе. И вообще он был агрессивным человеком. Он был и есть агрессивный человек, но я имею ввиду в своей позиции президента. И он его назвал волком в волчьей шкуре. Но рухани, он сказал, это волк в овечьей шкуре. И это мне очень понравилось. На самом деле, друзья, сегодня мы должны понимать, что мы не теряем надежду, как народ Израиля. И даже наш гимн подтверждает о том, что мы надеемся, мы верим, что Бог поможет нам. Но мы также не теряем бдительность. Мы защищаем границы Израиля. Мы сами, дети, братья, сестры, даже женщины служат здесь, служим в армии обороны Израиля. Мы понимаем, где мы живем. И мы молимся за эту землю, друзья. И я хочу вам сказать, мы не можем оставить свою бдительность. Но также мы не можем довериться тем людям, которые совершенно недавно отвергали то, что произошло. На самом деле, то, что было реально, что 6 миллионов евреев было уничтожено. Они отвергали это буквально. Мы не можем верить людям, которые хотят уничтожения Израиля. Поэтому призываю вас молиться, призываю вас стоять в молитве за наш народ. И мы молимся за нашего премьер-министра, чтобы он был тверд и мужествен. Спасибо, что вы были с нами. Я верю, что мы встретимся еще. Пусть Бог благословит вас.